От Украинского института будущего. Иван, приветствую вас, Иван. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера с Тарасом Березасом, моим соведущим на прямом канале, Иван, мы выводили вашего коллегу Анатолия Амелина, коллегу по институту будущего. И вот мы с ним анализировали, вот Иван по мотивам его поста в Фейсбуке, вот он анализировал эти 33 миллиарда, которые даются сейчас Украине в контексте общей суммы. Он насчитал там более 106 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, которые выделяются сейчас западными партийами в Украине. И хотелось бы услышать вас, как вы считаете, насколько это, скажем так, ну совсем уж грубо говоря, насколько этого хватит, насколько это серьезная сумма и насколько по периодичности мы должны получать подобную помощь и в таких размерах, чтобы остаться находимся в этой войне. Ну смотрите, Анатолий Амелин, мой коллега, это действительно без привлечений, это человек-голова, экономика, все экономические вопросы, вот он четко раскладывает, четко знает все цифры. То есть он назвал вот эти вот цифры, там сотни миллиардов, если не ошибаюсь, он говорил, что это буквально пятая часть от того, что нам необходимо для того, чтобы вернуть страну хотя бы там в исходный вариант на 23 февраля 2022 года. Но это все-все-все, это разрушенная инфраструктура, это уже будет после того, как закончится война, то есть после войны. А сейчас стоит вопрос о том, что нам нужны деньги для текущей экономики, держать ее на плову, потому что огромное количество предприятий еще не работает, еще не запускаются, там даже многие мои знакомые вроде как бы и хотели бы уже начинать что-то, но боятся, боятся прилетов, боятся этих вот залетов ракет, от которых никто не может защититься. Поэтому пока экономика не стартует. Теперь касается, я так понимаю, что вопрос ближе ваш лежит к военной части, сколько нам нужно денег, чтобы победить, скорее всего. Те суммы, которые нам даются, супер, это отлично, это хорошо, там вот эти вот 33 миллиарда ленд-лиза, но вы должны понимать, что это не кэшем, это не банковский трансфер, что там, вот там, на ваш счет зашло 33 миллиарда, пользуйтесь на свое усмотрение, в коем случае. Это деньги, которые мы, вернее, это деньги, конвертированные в технику, в технологии, в оборудование, которое мы получим, которое будет работать не прямо сейчас, не с завтрашнего дня, но чуть-чуть со временем. Нужно набраться терпения. Хорошо. Иван, скажите, пожалуйста, тогда давайте перейдем к теме более военно-геополитической. Потому что я вижу, у вас тоже рекоментировали заявление президента Молдовы, которое, по сути, признало, что защиты для своей страны у них нет, и что Молдова полностью во власти России. Насколько вы считаете, реальный язык сейчас в Молдове западный СМИ пишет о том, что возможен захват российской армии Молдовы? Насколько вы считаете вероятным? Причем может здесь быть игра Кремля? Может ли быть захват? Понимаете, в данной конструкции после 23 февраля мы не исключаем никакого поворота событий. То есть, если раньше можно было говорить «Ой, что вы, что вы такое говорите? Ну, слушайте, 21 век на дворе, о чем речь? Ну, какой захват? Ну, все же можно договориться». Мы увидели, что можно всегда бомбить и крылатыми ракетами, и уничтожить жилые кварталы, и говорить на черное-белое, на белое-квадратное, и будь уверен, что ты прав. Здесь, в случае с Молдовой, опять же, не исключаем возможной попытки Российской Федерации поучаствовать в этом шабаше, в этом переделе. Но давайте будем говорить прямо. Я не верю в том, что... Ну, вернее, могут попробовать, но то, что у них получится, это крайне маленькая вероятность. Мы говорим о том, что их сил там крайне мало. Да, сил, безопасность самой Республики Молдовы не очень-то и много. Они сами признали, что они практически не защищены, но мне кажется, что Молдова переоценивает военную мощь той группировки, которая находится на территории непризнанной республики. Те российские военные, которые находятся... Я без преувеличения считаю, что это больше сторожа складов с боеприпасами, которые находятся там со времен еще Советского Союза. Они просто сторожат, они не участвовали в боевых действиях, они не участвовали в каких-то учениях. Это больше такая работа, как мирово-творческая группа, но по факту мы знаем, что алкоголизм и распродажа обмундирования, экипировки, техники, боеприпасов с тех складов, которые они и охраняют. То есть все то, что ты сторожишь, с этого ты и имеешь, с этого ты и зарабатываешь. Поэтому не стоит преувеличивать. Попытка может быть, но самое главное, чтобы у этой группы войск, которая там есть в Приднестровье, не было подпитки извне со стороны Российской Федерации. Я имею в виду, чтобы там не смог добраться до них воздушный десант, не смогли перебросить россияне. То есть если не перебросят воздушный десант, то в сотнях десантников, которые измеряются, или в тысячах, то это может серьезно осложнить положение Молдовы, категорически осложнить наше положение, наш тыл глубокий. Это будет неприятно нам. Но с третьей стороны, не забываем, там есть всегда еще Румыния, которая определенно не согласится с такими геополитическими шашками и определенно вмешается в эту игру. Это вот, что вы слышите сейчас с ситуацией в Одессе. Опять-таки, почему спрашивают, понятно, что 2 мая. Это уже очень противоречивая дата. Это дата кровавая. И сакральная дата сейчас в королеве русской, российской федерации. Знаете, собственно, она дает поводы утверждать, что все, что происходит в Украине, это демоксификация страны, в том числе Одесса. До вас была, ну, у нас Катяна Герасимова, она является институтным членом, основателем группы 2 мая. Что вы видите там по ситуации в Одессе и потенциал для беспорядка? Смотрите, по беспорядкам еще, например, год назад я бы четко ставил на эту дату как дата возможных провокационных действий, каких-то какой-то заварушки, каких-то неприятных последствий для Украины, раскачивания ситуации. То сейчас, после, еще опять, после 23 февраля, после 24 февраля, я не верю, что у России получится что-либо раскачать. Даже те Одесситы, которые так или иначе поддерживали Россию, Россия, ну, хорошая страна, классная. Я знаю, что у меня там даже знакомые, которые до сих пор считали Россию нормально, нормально. Вот смотри, как в Крыму живут, мы тоже так заживем. То есть, они еще верят. После февраля месяца, даже эти ребята с такими убеждениями, они перестали так мыслить. Они отказались от своих убеждений, как и многие харьковчане, которые до последнего были сторонниками так или иначе Российской Федерации. Особенно, когда попадают ракеты в жилые дома, когда погибают маленькие дети, когда вся семья погибла в Одессе. И я видел, как одесситы на это реагируют. Они просто категорически это не приемлят, они не могут это объяснить. И поэтому вероятность какого-либо обострения на второе число, после того, что Россия сделала, ребята, это уже практически равняется нулю. Ну, априори. Уже нечего качать, уже война началась. Ну, какой-то либо еще один теракт сделать. Да, может быть, возможно, но он маловероятен. Уже нет тех людей, на которых можно опираться в Украине. Их либо выловили наши спецслужбы, либо они были там давно уже эвакуированы, Российская Федерация к себе на территорию, выведены. Либо они отказались просто от своих убеждений и сказали, ребята, мы больше так не играем. Это не с нами. Россия с нами не по пути. Тех Сонщины, сейчас мы много слышим, что тоже противоречивая информация в западных СМИ говорят о том, что Россия очень активно пытается закрепиться в Тех Сонщине, сейчас оттуда продолжать атаке на Украину. И вопрос остается в том, с чем вы связываете сорвавшийся референдум там, то есть можно ли это связать с продолжающимися протестами проукраинскими в городе и в регионе? Я понял. Смотрите. Российская Федерация использует стандартные скрипты, стандартные сценарии, которые были успешно опробованы в Крыму. Просто на Ура они прошли. Успешно они прошли в Донецке и Луганске, когда захватываются органы власти, выходит огромное количество людей с российскими флагами, кто-то там за деньги, кто-то там идейно, но создается такая массовка, картинка. Да не то, что кто-то идейно, там много было идейных людей, которые верили в Россию, верили в Российскую империю, Россию-матушку. И вероятно, это же невероятно, 100% Российская Федерация хотела прокатать тот же самый сценарий, там в третий или четвертый раз уже на юге Украины, потому что были уверены, что жители Украины, вот этих южных регионов, они рядом с Крымом, они ментально такие же, как и крымчане, значит, будет все одинаково, создадим там Херсонскую народную республику, ХНР, или там Таврическую народную республику, что-нибудь, присоединим к Крыму, и будет все там, как положено, чик-чике. Но, и не опираясь при этом на ложные разведданные, опять же, это уже отдельная тема для разговора, мы уже видели эти все разборки в российских правоохранительных органах, когда разведданные были не то, что ошибочными, они были полностью неправильными, неправильные выводы, и привело к разбитию российской группировки, и тому, что их планы не срабатывают в Украине. И точно так же, эти планы не сработали в Херсоне, там, в Николаеве, люди не вышли массово на митинги в поддержку Российской Федерации вообще, то есть, они выходили с украинским флагом, они выходили просто вот грудью, ну, как бы это громко не звучало, они выходят просто безоружные, выходят перед автомобилями Российской Федерации, перед танками, их просто выгоняют, просто не пускают их на территории своего города, и массовку не могут сделать, то есть, нет массовки вообще, она не проходит, то есть, нет российских флагов, никто не приходит, не приезжают, даже люди, которых привозят из других регионов с флагами, но они не могут сделать тут массовку. Не хватает, да, не хватает просто обычной живой силы, да, а вот, Иван, с чем вы связываете приезд, опять-таки, насколько я понимаю, неподтвержденный, но, судя по всему, он состоялся, приезд, террасимов, об изюм, под изюм, о чем это вообще было, скажите, некоторые эксперты высказываются, что в духе того, что дела все очень плохи, поэтому, вот для поднятия духа прислали главного генерала. Давайте поясню, я тоже склоняюсь к этой мысли, потому что, если бы управление у россиян было бы эффективное, то не стоило бы приезжать такому чину высокому непосредственно на линию фронта, то есть, если все работало, все получалось бы, они бы там руководили бы удаленно через своих генералов, полковников, полковников, и так бы двигались дальше. Приезд генералов, генералов, целого генерала армии, целого начального штаба, был обусловлен комплексом факторов. Первый, как я вижу, это, правильно сказать, это моральная поддержка какая-то, потому что необходимо было российскому командованию поддержать свои войска морально, сказать, вот смотрите, вот целый генерал армии приехал, помогает там, как батя, батяня сказал там, 3-4 слова ласковых, там 34 слова неласковых, стукнул сапогом по столу, все побежали в бой, там все получилось. Второй аспект, это, вероятно, сверху уже давят, сверху над Герасимом, требуют результатов, требуют результатов от Герасимова, вполне возможно, что таким образом он пытается спасти свою карьеру. Мы понимаем, что должность министра обороны ему вряд ли светит, то есть начальный день штаба, это его потолок, и, вероятно, под ним зашаталось кресло, и теперь он был вынужден приехать на место и привезти обратно, после своего визита в Украину, какие-то победы, сказать, что я не зря ем этот хлеб, получаю эту пайку, ношу эти погоны, то есть я съездил, я организовал работу, я привез победу. Погладили по голове его, сказали, молодец, может быть, даже дали вторую звезду Героя Федерации, может быть, что-то похожее, может быть, денег дали бы, но нужно было ему категорически привезти победу. В итоге он привез не победу, а осколок в ноге. Ну, это не считается успехом. Иван, вот уже сегодня мы слышали, что Сергей Лавров немножечко пытается занизить ожидания 9 мая, сегодня заявил, что якобы ничего не будет, никаких, заявлений о каких-либо победах не будет. условно говоря, мавзолея 9 мая, кто, то есть, может ли произойти всеобщая мобилизация, о которой говорят некоторые британские, если это фасадные чиновники, и вообще, кто приедет поддержать Путина на этот фасад? Такой из трех частей вопрос. Ну, смотрите, там, сколько я видел в публикациях, то якобы никто не собирался там особо приезжать из иностранных представителей. Ну, мы посмотрим еще, кого они имели в виду, иностранных, может, и европейцы имели в виду, что они не приедут. Но априори, я так вижу, должен быть ближайший соратник из подвижника Путина от Лукашенко, будет кто-то из Африки, из африканских стран, может быть, приедет из Сирии, представитель Сирии на парад, может быть, а может, никого не будет. Это уже не столь важно. Теперь по мобилизации. Мобилизация теоретически возможна, ее нельзя исключать. В принципе, российское общество можно разогнать с нуля до дикой вражды, ненависти, буквально за 3-4 дня, за 3-4 показа пропагандистские какие-то ресурсы информационных, можно разогнать. Вопрос в том, что этих всех мобилизированных нужно будет сформировать в эти батальонные группы тактические или что, в армии. Нужно им раздать будет, укомплектовать их одеждой, обувью, всякими гаджетами, жилетами, если они есть, разгрузочные жилеты, раздать автоматы, боеприпасы. И не просто это сделать, а еще им нужно чуть-чуть технику в придачу. Потому что пехота без техники это просто пушечное мясо, как уже много говорят об этом, это просто мяско. Техники такой уже нету. Вся техника в Украине. Самая боеспособная, самая... Та техника, которая нас пугали, она уже в Украине. Ну, кроме, конечно, арматы, о которой никто не слышал за последние два месяца, вообще ни слова. Все самые лучшие самолеты тоже уже в Украине. То есть, этим всем мобилизированием нужно что-то давать, какую-то технику в придачу. Танки, БТР, БМП, артиллерию. Этого нету. Их нужно снимать со складов с удаленных. Их нужно комплектовать, их нужно модернизировать. Эти танки, которые стоят старые, их нужно модернизировать, вешать современную оптику. Потому что они действительно слепые, эти танки. Они просто для 70-х АТОВ может быть еще окей они, но не для 2020-го, 2022-го. Они уже старые. То есть, из трех БУ-шных танков разукомплектованных получается один. Но это не то, на что они рассчитывают. Те же авиации. Да, курсантов они по ускоренной программе выпускают, дают им лейтенантов и что, будут пытаться садить сразу же на самолеты вот этого четвертого поколения, которые они видели только в тренажерке или может быть два-три учебных полетов. Для того, чтобы пилот российский, по премию российского, чтобы он получил хорошую квалификацию, он должен порядка шести лет только отучиться. Еще где-то пять-шесть лет потратить на чуть ли не ежедневные полеты, тренировки, чтобы быть филигранным пилотом. Взлет-посадка, как у пилота гражданского самолета, это не про военных пилотов, уворачиваться от средств ПВО. То есть, если он не может обладать такими навыками, то это просто потерянный пилот и потерянная военная техника, которая ценится от 30 до 100 миллионов долларов, а это серьезные убытки. Поэтому, честно, я не особо верю мобилизация. Когда вы смотрите, что уже лучшее все, что есть у россиян в плане и человеческой силы, и военной, то есть, железо уже в Украине, потому что касается мост, вы уже чувствуете разницу в эффекте обороны и, возможно, контрнаступления украинской армии вот новых поставок. То есть, уже есть разница ощутимая. Я понял. Есть точечные наши успехи, мы видим точечно пока, мы видим, что на отдельных участках показываем видео, где используется современная техника, система залпового, артиллерия точечная. Но давайте так, как бы нам не хотелось, но техника еще в дороге. Она не используется повсеместно. Еще нет насыщения такой масштабностью, нет масштаба этой техники на фронте. Поэтому пока нету таких массированных контрнаступлений, как бы нам этого хотелось. Хотелось бы проснуться утром, открываешь новостях, а там наши военные уже отбили десятки километров территории, например, возле Харькова или возле Херсона и так далее движутся. То есть, пока этого нету. Пока идет насыщение, пока идет насыщение боеприпасами. Эта техника она действительно тонкой настройки, это не просто кусок металла со снарядом, который засунул снаряд, дернул за шнуром, вылетел снаряд. Техника тонкая, техника филигранная, корреспондируется постоянно с GPS, со спутниковыми данными, что обеспечивает невероятнейшую точность попадания. это требует пока еще повышения навыков наших военных. Представьте, все налажено, все уже есть в контексте заявленных поставок в Рамштайне. Как это будет выглядеть? Есть у них вообще какой-либо после этого шанс? Выглядит это будет следующим образом. Украина пока сейчас будет давать заявки на то, что нам необходимо. Нам необходимо какое-то количество танков, такой-то модификации условно. Нам необходимо какое-то количество боеприпасов, таких калибров, такой модификации. И европейцы будут, европейцы с американцами будут удовлетворять эти заявки. Должны понимать, что это касается не только поставок «дайте нам 100 танков или 100 комплектующих к истребителям». Нет. Это в ленд-лиз еще входит экономическая составляющая. Это заводы, это линии, это производство, это ремонт сношенной техники европейской, которая там будет повреждена так или иначе. Ее нужно ремонтировать и на наших заводах я не думаю, что можно провести полный ремонт какого-то американского танка Брэдли или еще что-то или Абрамса. То есть нужна ремонтная база. Нужны заводы линии по производству боеприпасов. Мы не можем просто постоянно из-за океана возить все боеприпасы кораблями или авиацией. Нужны непосредственно боеприпасы здесь. Ее нужно постоянно это разворачиваться производство. Но в любом случае, я так думаю, по моим внутренним оценкам, в течение месяца к концу июня месяца мы увидим уже очень серьезное насыщение нашего фронтов, наших фронтов украинских, американской и европейской техникой, ракетными комплексами, танками, даже авиацией, что позволит существенно изменить ту расстановку на фронте, которая сейчас, если вы смотрите, есть там часто публикуются карты боевых действий в формате видеоролика, когда там по состоянию 23 число, как развивалось, там идет заполнение территории разными цветами. С начала апреля месяца, где-то с 4 числа, вот эта территория практически не меняется. Мы перешли в позиционную войну. Однако я уверен, что к концу июня месяца Украина начнет все больше и больше освобождать своих территорий. Это будет действительно вал. Ну, вы знаете, вот с этим сопряжены опасения, вот, и в том числе западных экспертов, которые сейчас вот пишут о разногласиях в стане трансатлантических союзников этой коалиции, в том числе с инфекцией Рамштайна, что европейцы задаются вопросом после того, как американские столь громогласно заявили, что мы добиваемся фатального ослабления российской армии, что не по сути это может привести к открытой конкурентации уже НАТО с Российской Федерацией или, по крайней мере, сейчас подыгрывает российскому нарративу о том, что воюют они не с Украиной, а с, собственно, НАТО. Как бы вы это прокомментировали? Ну, слушайте, они 60 дней боялись, ну, европейцы опасались, там, Третья мировая война, война с Россией, ну, они убедились в том, что одна Украина сможет ослабить Российскую Федерацию, конечно, при помощи европейских поставок. Они увидели, что поставки идут, как бы российские угрозы, но это российские угрозы. Там была больше боязнь перед этой российской армией, там была боязнь, что там, эта масса танков хлынет через всю Украину, дойдет до Польши, там, до стран Балтии, а дальше уже, там, и хлынет во Францию, Германию, в Италию, то есть, все этого боялись, но по прошествии 60 дней мы поняли, что, ну, слушайте, там, Джавелины и НЛО очень хорошо жгут танки на удалении, просто, то есть, один сожженный танк, это минус 4 миллиона долларов в российской казне, минус 3 танкиста, которые, для подготовки которых требуется время, то есть, это не просто водитель, который поехал, это танкист, это квалифицированный, ну, условно квалифицированный, военный, ну, чтобы такого восполнить, требуется время, и страх уходит уже, и уходит, точно так же, благодаря тому, что Америка держит, заставляет европейцев, тех, кто колеблется, хватает за руку, и держит, заставляет помогать Украине, и сквозь боль, слезы и страх европейские страны помогают. Я могу привести в качестве аналогии ассоциативного ряда, это кавказская пленница, трус, балбес и бывалый, когда они на дороге стоят, и держат третьего за руки, а он сопротивляется. То есть, я так вижу, где-то страны Британия и США, которые держат, там, не знаю, какую-то другую европейскую страну, которая колеблется, еще не уверена. Но что делать? Нужно двигаться. Уже шаг сделан, вперед. Ну, и вот, смотри, с этим также сопряжены опасения ядерного удара, не хочется слишком фикулировать все, из-за этого вопроса будет, не будет, но, тем не менее, вот я видел и у вас такой вот пост о том, цитирую вас, как бункерный дед, это ваш текст, сидя на глубине сотни метров среди уральских гор, принял окончательное решение нажать ядерную кнопку, и этот удар будет точно не по Украине. То есть, это уже несколько дней назад было, насколько вы готовы подписаться под этим, что вы имели в виду, какие тут сценарии? Окей, я поясню, да, это есть, это текст у меня, смотрите, это было, я написал текст, после выступления Путина, как-то было заявлено перед Петербургским законодательным собранием, если не ошибаюсь, ну, насколько я увидел, это было больше на хромакее, снято с зеленым экраном, я не видел самого выступления, где Путин прямо угрожал странам, которые помогают Украине, то есть, угроза была не в Украине, не было что-то, мы в отношении Украины примем там категорическое решение, быстрое решение будет, нет, это было против тех стран, которые предоставляют максимальную помощь Украине. После этого пошли такие нарративы в отношении Великобритании, то есть, мы видели низкое выступление там в студии пропагандистских пропагандиста Соловьева, где они обсуждали там ядерное цунами, буквально вчера я видел уже выступление Киселева, потому что тоже ядерное цунами, британские острова, сметет, снесет, но я больше склоняюсь к тому, что Россия не рискнет нажать красную кнопку в отношении страны, у которой есть ядерное оружие. Это, скорее всего, будет в отношении страны, у которой такого ядерного потенциала нету. То есть, бей слабого, как, в принципе, это было с Украиной. Россия решила ударить слабую Украину, чтобы достигнуть какие-то свои цели, которые постоянно меняются. И вот его слова меня убедили в том, что он это решение уже принял. То есть, уже не было полутонов, что возможно, кое-как, кое-где, может быть, мы сделаем, может быть, не сделаем. Это было категорически сказано, что мы готовы ответить. Решение все приняты, приказы отданы. Я воспринимаю слова очень серьезно. Но насколько это рационально? Просто мы слышим от, опять-таки, многих экспертов, что это будет суицидальное решение. Вы согласны? Так точно. Это суицидальное решение определенное. Насколько я вижу, что Путин хочет жить, его окружение хочет жить. И не просто жить, а жить хорошо. Жить хорошо, как это было до 2014 года, когда можно было ездить по всему миру на частных джетах, тратить деньги, которые ты заработал в России, вести такой свободный, разгульный образ жизни. Там, Майами, Калифорния, Лазурный берег, Монако, казино. Сейчас этого нету. Те деньги, которые есть у российской верхушки, они не приносят им удовольствия. Вообще, что толку тратить свои миллионы внутри России, когда ты раньше мог закатить вечеринку, со своими друзьями улететь на юг Франции, взять яхту свою, 100 метровую, прокатиться. А сейчас этого нету, сейчас твои яхты арестовываются. Ты не можешь тратить эти деньги, то есть, ты не получаешь удовольствие от тех миллионов и сотен миллионов или миллиардов, которые у тебя есть. Ну что, ну что они тебе дадут? Ну ничего не дают. Нет того размаха. Его окружение не хочет этого. Путин, ну, насколько я вижу, что он вроде бы тоже хочет жить, то есть, он не хочет там терять свою жизнь, терять свое благосостояние, но вот эти его речи, вот эти вот такие массированные, что мы готовы. И до этого, обратите внимание, буквально, по-моему, несколько месяцев назад тоже уже был такой разговор о том, что отдал распоряжение Шейху и Херасимову привести ракетные войска стратегического назначения в повышенную боеготовность, вот эти вот силы сдерживания, то есть, это уже были, были такие предпосылки. Так, Иван, ну, и вот у нас буквально в этом контексте мой коллега Тарас Березовец рассказывал интересную мысль по поводу потенциального вот удара по швей, не обязательно надежным оружием, сейчас говорим о потенциальном оружии, но в очень такой делегатной ситуации оказались Швеции, Англия, доселе нейтральной, Фринляндия вообще имеет всем известную такую сложную историю сосуществования с Российской Федерацией, с Советским Союзом до этого, то есть страны, которые изъявили желание, скорее всего, и станут членами в ближайшем будущем, но сейчас они находятся в такой связи, и что надо очень вразливыми, по-русски сказать, поставили себя под возможностатичный удар, потому что на них не расставают запасы и понятно, что Путин очень недоволен их этим потенциальным решением. Смотрите, я расцениваю вероятность такого удара в отношении этих стран, Скандинавских, Гринляндия, Швеция, как близко к нулю, то есть чуть выше нуля, но практически рядом с нулем, то есть такого удара я не вижу. В российских военных кругах до сих пор есть память о войне в Финляндии, заложено очень глубоко, помнят, насколько это было очень болезненно, тяжело, тяжело проходить через лесистую местность, тем более когда-то неблагоприятные погодные условия. То есть вероятность нападения на Швецию и Финляндию ну ноль целых там с копейками сотых. Россия недовольна тем, что она вынуждена таким образом оттягивать свои войска, которые она могла использовать там в Украине, а нам это выгодно для того, чтобы разместить их на границе с Финляндией. Если не ошибаюсь, протяженность всей этой границы там больше тысячи километров, тысячу-триста километров. Такая серьезная протяженность. Ее нужно сейчас в срочном порядке усиливать и туда перебрасывается какая-то часть войск. Там и ракетные комплексы, там калибры, по-моему, перебрасываются, или бастионы. То есть это все убирается с Украинского фронта и уходит туда. И нам в определенной степени сейчас даже легче об этом. Иван, спасибо большое, что были с нами. Друзья, вы слышали квалифицированное мнение по поводу целого ряда военных и экономических проблем сейчас в Украине от Ивана Ступака и Институт будущего Украины. Спасибо, Иван. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok